Выведствую вас, мои дорогие, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бубнов, и мы продолжаем вести спорта к Шемпионску. В последней серии мы победили Рубин в Кубке России со счетом 2-1. Потом была игра с московским Динамо, которую мы выиграли 1-0, но с большим трудом. Вот против Рубина, против Рубина, статистика у нас все равно не впечатляет. Ну, Жану хорошо сыграл без брака, и его оценка поэтому высокая. А остальные игроки, ну, Грушаков нормально, Чольстен тоже, ну, по технико-тактическим действиям хорошо набрали. И у меня, обратите внимание, да, игроки набирают именно вот тех, кто должен. Центр полузащиты. При Карпине больше всех набирали защитники. А сейчас у нас в бакете, смотря, он не пасует, потому что он своими прямыми обязанностями занимается. Он отнимает мячи. Так, теперь у нас впереди матч Лиги Чемпионов с Динамо Киевом. Это как в старые времена, когда Спартак и Динамо были самыми сильными командами в Союзе. Ну, что, перед этим матч Манчестер-Сити-Бавария. Сейчас посмотрим, чем закончится. Посмотрим на технико-тактические действия. Манн-Сити выиграл первую игру. Вот так. Может, мы с английской командой будем в финале, но кто знает, как там, что будет. Швайнштайгер травмирован. У них, у этих Алаба травмирован. Представляешь? Ну, и составчик у них. Филейни. Он все выигрывает. Это просто сумасшедший игрок. И играть и против тех, и против тех, это будет сумасшествие, на самом деле. И на что-то надеяться при этом. Ну, статистика Баварии, да. Здесь еще Хайнкест тренирует. Ну, тот же Рибери, который во мне всех говорили. Вот Рибери. А шо Рибери? Шо Рибери? Сколько у него? 46 передач всего, из которых только 33 точно. Это не показатель высококлассного игрока. То есть, кросс другое дело. Рубен, это вообще 100г передачи, 27 тучи. Это никуда не годится. И Бавария. Ну, смотри, у них лам зато сколько. 91 передача. Сколько же он, по сути, у них диспетчер там лам. Да. Ну, и у них игра не удалась. Статистика Монсити. У них Филейни больше всех. Ну, так ориентировочно делая технико-тактические. Здесь смотри, отборов 17, из которых 15 успешных. Вот это я понимаю, центр поля. Туре, Филейни, это вообще непроходимый центр поля. Тут с ними только флангами играют. Все. Почему Баварии так тяжело? Да потому что они здесь устроили. У них еще как астматы есть на замене центр поля. Ха-ха-ха. Всем бы такой центр поля, да. Ну, а нам, а нам с Киевом предстоит играть. И это очень тяжелый матч. Дзюба может стать игроком, лучшим игроком российской премьер-лиги. Но он в последнее время сбавился серьезно, конечно. Тема. Давно не забивал. Надо ему уже в себя приходить, потому что это не дело. Так, выбираем состав. Естественно, будем играть вот по такой схеме, да. Ромула. Вот я думаю, Ромула поставит в центр Огрушака. Огрушака в опорную зону. Потому что... Так, Огрушак-то что-то злой такой. Что вы его опять... Какая муха укусила. Так, поговорить с игроком. Что у вас на уме, босс? Да ничего у меня не на уме. Ты почему в плохом настроении? Девка, блин, обиженная. Опять, ну елки-палки. Только мы с ним об этом говорили, что... Денис, Денис, ну что ты нервничаешь? Спокойно. Нет, блин. Все, пошло-поехало по новой. Так, здесь у нас Андерсон. Беляш. Неготовка к игре. Маджида поставим. Инсайдом. На атаку. Здесь универсальный или чистый форум. Наверное, чистый форум. Все-таки Юла Максисян. Белганда не может играть. Выпустим Магири сюда. Хорошо. Так, Беляша все-таки надо в запас. Не знаю, как мы без Беляша там справимся. Сейчас, на самом деле. Макеев вместо Пашевлюка. Здесь вместо Пашевлюка. Пусть будет... Так, Брызгалов заявлен. Ну, пусть Брызгалов будет. Так, и что еще? Что еще? Ну, вот, конечно, то, что Андерсон и Магиди одновременно на поле, это меня немножко смущает. Как они там сыграются, не сыграются. Так, и Манаэл вместо Камбарова. Вот так мы поменяем просто. Все. И у нас, и у нас хороший состав, контроль мяча. И с таким составом мы вполне можем себя показать сегодня. А, ну я же главное забыл-то. Ворота Писер стоит. А я Диканя должен поставить. Вот теперь, теперь готов. Ну что, начали играть. Они без опорников. Схема 4-5-1. Ну, Ермоленко и Дуду, это, естественно, креативные. Таким-то уже Дуду. Ну, да, да. Скоростной, быстрый бразилец молодой. Ну, у нас, в принципе, тоже есть кому что показывать. Так, Спартак считается фаворитом сегодня. Ну, и у них Ермоленко в плохом настроении. Мы, естественно, сейчас мы опеку установим. Ермоленко прессинг всегда. Дуду. Дуду тоже надо, наверное, всегда прессинговать. Для опекать. Так, Милевский. Милевский, опека всегда, пусть он и алка же, да, но сегодня может вам показать. Ха-ха. Да. Так, а что хочу? А что хочу риди жесткий отбор? Зачем нужен тебе? Нужно жестко отбирать у Хачи Риди. Он их может подставить, он у нас жестко отнимет и все. Так, ребята. Сегодня мы фавориты. Оправдайте это звание. Бакетти потерял на 100 рублей. Что с вами? Что с вами творится? Бесков бы за такое убил. Потому что так нельзя себя вести. И когда тренер приходит к вам в раздевалку и читает вам страстные речи, вы должны все мотивироваться как один. Магири. Хоть один, блин. Ну вот сейчас нормально пошло дело. Глушаков, кстати говоря, это самое, воодушевился. Потому что, видимо, понял, что его статовый состав ставят. Но я, естественно, даю им отдохнуть. Короткий пас. Так, будем играть, будем играть, как и должны. То есть, мощно по-бесковски. Как это было в старые времена. Лужники заполнены. Все. Это потому что матч лучших команд Союза. Бакетти, не вози, не вози. Ну так тоже не надо делать. Нужно играть с партнерами. Должны открываться получше люди. А что вы опять в оборону забегаете? Молодец, блин, дикань, что вышел. Потому что ду-ду бы сейчас получил бы и отправил бы вам полную обоску. Бакетти, ну что за беспредел. Почему они вас прессингуют, как в старые времена? Да, молодцы, блин. Без короткого паса обходимся. Потому что я вижу, что с вами они делают. Они вас просто зажимают прессингом. И опять смотри, Бакетти, опять Бакетти ничего не может сделать. Он просто отдает назад на деканя. Что ты делаешь, Сальвадора? Ну вынеси. Лушаков, Манаэл, ну вперед, вперед давай, вперед. Вот Маджид получил. Получил и сразу это все. За группу атака называется. Что за дела? Я просто не понимаю, в чем ваша проблема сегодня. Да, вот это проблемушки. При Бескове такого не было. Так, ну у Грушака явно ничего не получается. Давай поменяем их местами с Румула. Может быть Румула получше справится в опорной зоне. И связи нет вообще между обороной и атакой. Давай Грушака тоже сюда поставим. Или как-то вот так вот сделаем. Да, ну чтобы, чтобы так, ты будешь опорный полузащитник, ты будешь оттянутый плеймейкер. То есть как-то так вот игру астероид. Потому что, ну, пока совершенно, совершенно ничего не получается. Прежде всего мы не можем атаку организовать. Когда такое было? Магири, пошел. Ну где обыгрыш? Эйден, где обыгрыш? Это что такое? Что ты упелся от него? Ха! Чудак, блин. Кореолка хоть эта самая на легком дамском там возил. А эти, 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 эти даже никак не могут возить. Сегодня их возят. Да. Да что происходит? Лушак, молодец. И вперед, 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 вперед. Магири, вперед. По центру. Давай, 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 давай. Работай ножками, ножками. Да куда ты там? Андерсон не дотянулся. Магири. Лушак, бей. Не, не стал бить. Куда ты? Долго возился. Андерсон, Макеев, Маджид. Магири. Мавсисян, умница. Вот это, вот это спатаковская атака. Додавили потому что. Потому что додавили. Это правильно. Ну здесь смотри, что творилось. Маджид. Макгири. Ну тут у них Тайво ошибся, конечно. Они столкнулись. И здесь Михалюк должен был выносить этот мяч. Ну не профессионализм обороны Динамо Киева тоже сейчас налицо в принципе. Ну они то, что в начале игры нас запрессовали. Я сразу вспомнил те годы, когда сам играл за Спартака. Времена Бескова против Лобановского. Блохин, конечно, не Лобановский. Ну что творите-то вы? Ну что вы творите? Опять. И опять гол глупейший. Это ошибка. Это совершенно никчемная игра в обороне. Ну смотри. Ну что? Ну что? Ну вот. Вот сейчас Макеев. Мяча коснется. Дикань. Что должен сделать? Должен выйти из ворот. Либо Сунзу. Сунзу. Ну выбей ты этот мяч. Что ты стоишь-то смотришь на него? Милевский. А я думаю, как Милевский забивает столько головок? А вот оказывается, что он делает. Если ему дарить мяч, он там алкаш-не алкаш, там уже любой забьет. Дядя Васил, он из соседнего подъезда забьет. Мы гол на своем поле пропустили. Это... Ну, не мыслимо. Да, его получил. Свисток. Желтая каточка. Хорошо, хоть так. Надо выигрывать этот матч. Бакетик. А что, Бакетик у нас штрафные бьет? Это с какого времени у нас Бакетик бьет штрафные? С какого времени мы контратаку 1 в 5 получаем? Ну, ладно, они там закупили. Ну, вот еще. Видо каточку получают. Это просто... Это просто позор. Эээ... Так. Я... Ну, качество футбола... Я не знаю, качество ли это футбола, да? Эээ... Так. Ну, продолжайте в том же духе, и мы можем победить. Максисян недоволен. Что вам надо сказать, чтобы вы поняли? Иди, сделай это. Все, блин. Я знаю, что вы на это способны. И вы тоже... Вы должны переломить ход игры, да? Дикань. Ты тоже должен лучше играть. Ну, все, блин. Этот нас второй потерял нападающий. Ну, как теперь играть-то? Ну, на контратаках мы не можем играть. Мы все-таки по счету-то... Что-то равны. Центральный защитник с травмой. Два других на каточках. Ну, что... Андерсон. Ну, что ты не можешь... Эээ... Вы должны давить на соперника. Максисян. Хоть ты нас второй потерял, но ты должен лучше играть. Грумула, молодец. Подключился к атаке очень вовремя. Изменение в тактике. Сейчас как бы они каточки не начали получать только. Потому что я знаю, им дай броситься на соперника. Так они им там все ноги порывают. У нас есть некоторые экземпляры. Ну, сейчас хоть игра есть. Переходим в атаку. Маджи. Молодец. Вот это хорошо, Ворис. Вот это хорошо. Это я понимаю. Так, надеюсь, угловой у нас подавать пойдет не этот, не Бакетти. Не, Магиди подают. Это хорошо. Магиди, подача Бакетти. Давай! Ну, Коваль молодец. Тоже успевает перевести мяч. Вот это я уже понимаю. Второй тайм. Лучше давление. То есть это реально, это реально очень хорошо. Еще одна подача Сунзу. И ты смотри, что Коваль творит. Он изуглает от мяча. Ты вытащишь. Вот это мастерство, да. Это мастерство вратаря. Дуду у них получил травму. Так, Владислав Грибанов получает желтую каточку. Так, и Мигель Вилозу у них выходит. Так, что там у них по соперникам? Ну, Вилозу, Грибанов. Понятно все. Так, нам тоже нужно, я думаю, коррективы внести. Андерсон совершенно не справляется, как и Маджид не справляется. Но, я думаю, что надо сюда перевести Лукаса Андерсона. Центр выпустить Динияра Белебединова. Все-таки у него лучше взаимопонимание должно быть. Так, ну и пока хватит. Не надо. Как Карпин делать замены ради того, чтобы заменить, не надо. Потому что это плохо кончается. Вместо Кранчера Вилозу. А, кстати, какая схема сейчас у киевлян там? Киев расстановка. Давай открывайся. Прибеска уже давно бы открылась. Ну, смотри, как играют. В одну линию всех по Старуэля. Ну, что за дела, ребята? Что за дела? Да. Беляш вышел-то вышел. Но толку я от этого особого не вижу. Ладно, вместо Рула, Коломинцев. Играя в том же духе, что и раньше. Ну, да, конечно, матч. Первый матч на Лужниках мы должны были выигрывать. Но у них много игроков получили каточки. То, что мы не смогли победить, это... Это просто катастрофа. Опять Мавсися настроился. Мавсися, ну что ты настраиваешься? Ты ничего не показал. И мы по технико-тактическим действиям разберемся. Лужаков, ну, нормально. В принципе, есть те, кто хорошо сыграл. Но это, опять же, глупая ошибка в обороне вас. Она погубила. Какие матчи вы должны выигрывать? По ударам в створ. У вас 8 ударов в створ ворот. 8! Это... Коваль там просто что-то невероятное творил. Если с 8 ударами створ ворот, вы не смогли ничего показать. Мавсисян, Милевский. Два красавца забили. Ну ладно, ничья и ничья. Это не так уж и плохо, да, с одной стороны. Потому что, ну, не всегда же побеждают. У них Дуду сравмирован. Вукульчевич на каточке. Хачирири. Полкоманды, по сути, на каточке. Так что, я думаю, что у них много кто еще дисквалифицирован будет. И... И Дуду на сколько выбыл. А не на сколько не выбыл. Ну, я не радуюсь травмам соперника. Потому что это не по-спартаковски. Статистика. Давай посмотрим. Статистика Спартака. При том, что вы контролировали игру, у вас только Глушаков сделал больше 60 передач. И, ну, процент брака у него не такой плохой. Потому что он отборы хорошо выиграл, как и Ромула, да. Но центр поля, по сравнению с тем, что Монсити, да, показывает. Это несравнимо. Маджид игру провалил. Ну, нет, не провалил. Нормально. Я просто думал, что я его заменил. Я думал, провалил игру. Нет, не провалил. Так. Две замены мы всего сделали. Ну, потому что, в принципе, они играли нормально, да. То, что Киев смог, это меня очень сильно удивило. У них Тайво лучший игрок. Ну, да, смотри, сколько у него технико-тактических действий. А у Тайво... У Тайво... Что там? Одна желтая карточка, да... А-а-а... Не будет играть. У Тайво... Будет играть... Следующим матчем. Но еще он нам проблем создаст, да, на флангах. Ну, тем не менее, тем не менее, я игрой... Я не могу сказать, что вы провалили матч. Это вот одна ошибка обороны, да, она решила исход. А что вы провалили, я не могу сказать. Бесчастный все решает, кого куда нам надо отправить. Да, следующая игра у нас с Рубином. Ну, это я сам разберусь уже без вас. Так, что касается тренировки. Тренировать мы будем здесь. Так. Защита при стандарте. А здесь атаку, потому что нам надо будет в гостях уже побеждать киевлян. Надо будет побеждать. Так, ну и что касается... Что касается разговора с командой, да. Я с ним еще так поговорю, как без кого и не снилось. И чтобы выигрывать следующий матч, да, мы должны проявить себя просто невероятными футболистами. И мы должны просто, просто, как лучшие времена их разорвать. Я надеюсь, что это у нас получится. В следующей серии вы увидите не игру с Рубином, да, потому что Рубином-то не тот соперник. А матч, матч с Динамо-Киевом ответным. Это все решится. Спасибо за просмотр. Мне профессионалы-дилетанты. Удачи и до свидания.